22 августа 2024 год так сейчас коротенько просто камин на комментарии отвечу мне пишет вы сами себе противоречите вы с одной стороны говорите что в россии заканчиваются деньги на вооружение с другой на войну а с другой стороны говорите что по целых два с половиной миллиона сто тысяч платят рублей российским наемникам противоречия никакого нет когда я говорю о том что в россии заканчиваются деньги на войну я имею ввиду на вооружение вы знаете сколько стоит 91 то есть 2 миллиона 100 который сейчас москве платят наемнику готовому подписать контракты ехать в украину убивать нас украинцам 2 миллиона стоит одну примерно 23 тысячи долларов то есть за подписание контракта а танк допустим т-91 стоит 7 миллионов долларов то есть вы батальон блин нафиг можно просто таких наемников на один танк одного танка как бы для войны недостаточно вы же понимаете берите там сравнивайте там мы тоже сейчас воюем в основном за счет того что нам запад дает украине вооружение то есть патриот который мы сейчас шибаем российские вот эти ракеты он стоит 1 миллиард долларов даже если вы на передовой находитесь вот вы в соушник на передовой целый месяц находитесь вы получаете там три тысячи долларов то есть над за один патриот это можно блин триста тридцать тысяч блин в соушника в месяц содержать на передовой не где-то в тылах там понимаете вы понимаете что сейчас война в основном из-за день она такая денежная не из-за того что вам тяжело личный состав нанять он дорого вам обходится потому что чтоб патриот купить один патриот это триста пятьдесят тысяч чем людей на передовой понимаете разницу в течение месяца поэтому нет уже там и даже за эти два миллиона сейчас не идут уже наемники потому что они понимают что мы здесь там просто в чернозем превращаем нам деваться некуда мы защищаем свою страну мы хотим живут в этой стране кто не хочет тот сбежал там или сейчас ныкается по селам ну кто считает что нужно защищать свою страну защищать но мы конечно украина не могла бы себе позволить на свои деньги не патриотов не абрамсов там не брэдли не всего остального за это конечно спасибо западу что не дает россиянам нас перебить просто так мы же не могли бы когда давид голя впраще не отбиваться от россиян на т-90 вот за то что запад нам дает это вооружение и что дает нам возможность уничтожать эти 90 7 миллионные да один кинжал стоит 10 миллионов вот посчитайте сколько наемников батальон наемников российских можно блин взять просто вместо одного кинжал ну чисто по финансам ладно в общем то наверное этот момент это все ребята все буду украина не переймайтесь а заканчиваться у них и техника заканчиваться у них и наемники это 90 и все остальное мы в курск уже там идем все буду украина то есть мы очень долго к этому шли да уже третий год воюю третий год это я не считаю там а то все остальное я думаю что в этом не в этом году так в следующем уже доконаем эту мударашку все будет украина не переймайтесь